Жара и засуха, которые этим летом обрушились на центральную Россию, серьезно ударили по фермерам. Многие из них подсчитывают убытки, а некоторые даже оказались на грани банкротства. Но между тем, наш корреспондент побывала в хозяйстве, где, несмотря на все проблемы, люди не отчаиваются и не заливают горе вином, а наоборот трудятся, что называется, за двоих. Дело в том, что практически все работники не пьющие или закодированные. Да ты моя лапочка, да ты мой золотой, да ты мой милый. Татьяна Анатольевна работает в этом совхозе уже 15 лет. Сначала она была здесь бухгалтером, а потом стала и председателем. Секрет превращения умирающего предприятия в процветающее прост. Председательница всех работников, и мужчин, и женщин закодировала. Настоящей пьяной деревне мне досталось. С пьяным человеком вообще практически невозможно работать, ни разниваться, ни в животноводстве. Она поставила своих сотрудников перед выбором, либо работаешь, либо пьешь. Поскольку в селе больше работать негде, многие отказались от бутылки. Сегодня она не боится доверять механизаторам многомиллионную технику. КОНЕЦ С пьянством-то допьют. Пьют. Пьют, 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 пьют. И кодируют, и пьют. Нет, не помогает никакой кодировании. Санктывы Г here 49,90 Ага, завтра я тебе вот сумуormись. Хорошо, а потом. О, запиши. Ань, вот сейчас спросишь. Вот эти рульки, что вот это? Это ножки нарезанные вот так. Я не в прекрасном сдаче. Субтитры сделал DimaTorzok 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 С белыми ты жопами, как? Косолицы. Олени. Олени у нас даже есть. Не пьем. Ведем здоровый образ жизни. Работаем. Мы с ПК Банюской. У меня есть брат. И он у меня инвалид. Детский полимелит у него в год. И у него ножка парализованная. И его всегда в детстве обижали. И вот эта вот защита старшего брата как-то выработала у меня твердый очень характер. Мы ее с мужем враги номер один. Какой-то есть человек, не имеющий ног. Что-то есть за человек, не имеющий ног. Перестала нам, значит, давать трактор пахать. Он сделал свой трактор. Тольский двигатель. А он маленький, толстенький. Рудиага. Шмель-то они упыляют растения. И пользу приносят. И он у меня пользу приносит. Вот. Он у меня получил название шмель. Николь. Толстенький. И так красиво. Конец. И все измельченов. Взрыв. И еще измельчен. Еще измельчен монстров. Взрыв. Все золото на них. Одного мужика, вот эти были кольца, это прям вот в лицо их дала. А одного мужика избила голяком, вот веник купленный. Вот она к нему в дом на кровати и высказывает ему, бил и бил, у него терпение кончилось. Он говорит, я соскочил, да ножик схватил, ножик видно где-то я был. Говорит, запорю. Она выскочила и кричит, Лёва, заводи машину скорей. Прыгнула и уехали. Вот он спрашивает, так ты бы меня и стукнул. Он говорит, так бы и запорол я тебя. И рука б, говорит, не дрогнула. Вот такие вещи вытворяла. И она этим гордится. А одну женщину увезла к Савину, и к дереву привязала. На муравейнике. Далеко к Савину, где-то, ну, может, километров 28, 25, вот так. А за что? Чего? Скотину какую-то украли. И она ее, значит... А она ухаживала за этим двором, за скотиной-то. И вот она ее увезла оттуда. Вроде бы ты продала. Ты продала. Как-то мы в контору, я ходила, собрание было четно выборное. Значит, нова этой, сельского поселения отчитывалась. И в конторе. И она выступала. И я не помню чего-то. Что-то в гараже украли. Она ей говорит, дали бы мне этих людей, я бы их на муравейничек вот вязла, привязала, они бы все рассказали, признались. И эти были из милиции мужчины. Сейчас вот такого метода нет. Ногаечку в руки и пошла выжуравливать всех из кустов. Кто только успехи ползти я не нашла, значит счастливый. Если попал, пиздюлею гребали как из кустов. Я могу все, я ей могу браться. Уходить должен или уважать, или бояться. Достичь уважения очень сложно. А почему? Сделай для человека сто раз хорошо. Один раз где-то ты немножко не так. И начинается на тебя обида. Значит, надо достигать того, чтобы тебя поверили. Чтобы знали, что ты можешь все, да, я и муравейник, и что угодно делаю. Вот он украл. А что у нас с такой милицией сегодня? Там столько бюрократических подходов, и ничего сделать не могут. Беру за шкербон и вытаскиваю. Так, все найду. И даже то, что он сделает, и что сосед сделал. Все найду. И все расскажет мне. И когда, и где, и как. Может быть, это неправильные методы. Может быть, это все грубо, и, ну, как сказать, но качественно. Вставай, блядь. Вставай, блядь. Вставай, блядь. Вставай, блядь. Давай, скурай. Ну-ка, иди гуляй сюда. Гуляй. Заткнись, сука. Тогда ждешься у меня. Ты будешь сегодня работать или не будешь? Ну, не будешь, ну, иди домой. Так нет, бывает. Раз ты у меня на работе, значит, ты должен принять правила игры. Как вот я хочу, так и будешь работать. Да, у меня есть ошибки, но я их справляю сама. А как может человек работать, вот так, чтобы все вот так шло, как по маслу? Вот идешь, и точно начнешь, идешь вот этой дорогой. Я не встречаюсь, что я сегодня с этой дороги, ну, как сказать, могу лететь так, что мало не покажешь, но я буду расслучивать. О! Вон! Да? Да. После 70-х лет, вот так где-то, может быть, в первый год, в 72-й, значит, по телевизору конкурс красоты. И нужно было 90-60-90, метр 70, там, 5 рост. Ну, в общем, короче говоря, я вот так подмерила, у меня визит был 90-60, на последние 90-60 приключений. Волосы были длинные, то есть вообще грудь высокая была, такая большая, довольно-таки. И я решила свою фотографию послать в Москву. И послала. И мне, значит, пришел вызов приезжать на конкурс красоты. Я вам сказала, я тебе, красавица, Савинская, космотку выдираю. Таким образом, на конкурс красоты я не попала. Потеряла жизнь сколько-то. В фотографию отправила. И так, и так, и так. Все сошло. П 같습니다. Большой, ингредиенты. Все сошел к мое. Такой, нап脱 celebrATIONS И вам вопрос, я-я-я, я-я-я. Я-я-я. Я-я-я, Красивые, допустим, одежды какие-то иметь, французским духами душиться, правильно накладывать макияж на лицо, быть интересной людям внешне. То есть именно привлекательность должна быть в человеке. В человеке должно существоваться буквально все. Если внешний вид соответствует, значит, душа нормальная. Если внешний вид не умеешь приводить себя в порядок, значит, душа... Вот еще одна идет лохматая, как от чего-то. Ты что расширилась, как? Ты расширилась. Что расширилась, как? Не открылась. Пойдем за парад уже. Пойти включать. Пойдем. Я приду сейчас возле с нами. Там только проверь все. Вот я вот к службе знакомства сейчас залазю. Никто с Иванова, никто не хочет знать наших скотников. Ни пастухов, ни скотников. Нас вообще в дерьмошу ставят. Почему нас всех боятся? Почему это боятся нас? Как вот скажу, что я скотник или пастух, бросают трубку и все. А потому что скотник или пастух. Сказал бы фермер. Какой фермер? Мы, допустим, ходим в берцах, в кирзачах. Я могу вообще офицерскую форму надеть. Сразу тогда приляпаются, что ли, ко мне. Ну, солдат с офицерской формы. Почему она в грамме брезгует? Ну вот, если у нас здесь просто работа такая, они вот ни хрена. Им нужны миллионеры, что ли? Или что? На лимузинах там хрен его знает, я не знаю. А мы поедем на коровах или на быках. А я в дверь хожу. Меня спрашивают, а что ты будешь кушать? Может быть, чаю хочешь вечером? Ну... В этом отношении я счастливый человек. А старший сын, я всегда зову его интеллигентом. Он продолжение матери. У него очень такой покладистый характер. Он мне никогда не создает проблем в жизни. Я ему вот уже 37-й год. Пока вот я сейчас еще в силе, то есть передать ему все, что умею. Сама инучила меня жизнь. Ну, я не даю ей поводу, чтобы она меня там за что-то ругала там и строжничала. Я стараюсь все делать правильно. Так что все нормально. Боря! Боря! Иди сюда! Боря, иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! От дождика прячься! Иди сюда! Это вот наш друг! Да, лучше все лучше! У меня нет счастливого дня. Отец умер. Я не помню сколько мне лет было. Но лет пять-шесть может было. Брат умер у меня пятого ноль четвертого девятого года. А мать умерла. Я не помню когда. Ну, они выпили венца и с глупой головой повесились. Выпили спирт. Я-мазь вновь миллиард. Умерли, сын вновь! 3 сентября будет 7 лет. Такое впечатление, как будто это прошло 7 дней. Наверное, пройдет и 30 лет. Все равно пройдет как 7. Вот когда я в 4 часа ночи приехал, его друг и сказал, что у меня больше нет Сани, вот это чувство не забудешь никогда. Если знаешь, что происходит, ну понимаешь, произошло страшное. Когда вот приехала в морг, да еще мне сказали, что у меня у сына пердозировка наркотиками. Вот он перед этим, он уже только институт закончил, можно сказать, не отработал ни одного дня. 3 июля защитился, а 3 сентября не стало. И это самое, 10 дней он был дома, и какие там наркотики он уехал. Он уже женатый был, я ему квартиру купил, в его ванной. Значит, Господь меня любит, и решил, что я должна спастись. Ведь я практически потеряла сына из-за себя. То есть мой ребенок расплатился за мои грехи. У меня были смертные грехи. Ну, грех, прелюбие, нет, это же смертный грех. Я мягче стала. Я совершенно другая стала. Вот я и дралась, и все это делала, я тогда, когда я вообще в церковь не ходила. А сейчас нет, я уже руки не распуская. Я уже в разговоре мягче. Я уже обижаю меньше людей. То есть можно... Я всегда говорю, что мой язык перебивает кости. Когда я злая, я такие вещи могу говорить. Вот мне всегда сын говорит, мам, лучше ты меня убей. То есть язык у меня очень хорошо подвешен, особенно на ругань. Я мягче стала. Я уже вот так вот, прежде чем убить, вот так, как раньше я это смаковала. Когда негде слово ставить. Полю и возлюби ближнего, как самого себя. Это так просто. Вот я своего сына люблю без ума, да? Я ему не смогу никогда его не предать, не подставить. Отдам ему последний, сама голодная буду. Вот так я должна всех людей любить. Вот если каждый человек это будет осознавать, не будет войн. Не будет никаких распри. Получается у вас любить других так, как своего сына? Да. Я пытаюсь это делать. Не получается. Но я пытаюсь. Вот что это, берешь до Воронихи, а ешь до Панина. Да, если довезут, а то и Воронихи выстегнут. И с Коврова так же берешь до учебы, значит могут учебы жить. Или до Панина, бери до Воронихи, Панина нет. Нет, ни на одной станции нет Панина. Какой большой населенный пункт? Хотя в СПК Панинской сейчас стоит на первом месте по уборке этого урожая, и по надою. Очень большой населенный пункт. Вообще, самый большой населенный пункт. И нигде нет. Нету? В Лучове два дома живут. Там есть... Я на одной станции Панина нету. Пять домов живут. Там есть. А у нас, видите, как он сегодня был? Нет такой стабильности. Вот эти клубы у нас нет. Закрыли. Нет и Стопников. Детям заняться вообще молодежи нечем? Вообще нечем. Очеркнул заниматься. Слондуются по деревне, как дураки. Действительно, нечем детям заняться. Паром, Кайни, скажи свое слово. Чего? Право. Чем твои дети занимают в свободное время? Чем не занимаются? Вот именно. Я говорю, нечем заняться детям. А у нас много детей. Ни кружков, ничего. Школу закрыли. Даже садик. Детский сад закрыли. Аптеку закрыли. Тут хоть болеешь, хоть не болеешь. Аптеку закрыли на работу. У нас в Минпункте нету. Закрыли. Работает только 3 дня в неделю в хлебные дни. В понедельник, среда, пятница. Фельдшер, который не пьет таблеток. Фельдшер. И то таблеток нету. Скоро вызывает. Он молодежь. Куда она пойдет? Где-то на всю интернацию. В каком интернате? Это Галька. Такой уж вот я человек. Ну, как сказать, сложный очень. Очень сложный. И то, что вот я вам сейчас говорю, 10% отмойтит моего разговора. Может 20%. Это все обравление. Человек без этого не может. Я бы даже и рада сказать, может быть, как-то по-другому. По-моему, это получается. Даже мне хочется быть хуже, чем я на самом деле. Хотя бы на словах. КОНЕЦ Продолжение следует...